Друзья, добрый день, послематчевая студия, стартовый поединок нового сезона Суперлиги Оле Пари, Красиная Нора и Клим Чигаров, СК Волна и Игорь Корнилов. Начну с Клима. Клим, поздравляю с дебютом. Честно отметил в эфире, что сегодня Нару немножко не узнал, немножко она, как сказать, как будто смелостью долго обзаводилась, но в конце забили, очень важно, что забили в этом первом матче, и, наверное, вот это придаст, да, каких-то силы разгона в будущем. Почему так стеснялись долго? Спасибо за добрые слова, но в целом не соглашусь. Считаю, что мы играли очень обосрано, и из первых два гола мы просто сами себе привезли, и на самом деле еще много ошибок было в конце, где нас волна простила, не реализовывала. Играли отвратительно, очень много потерь, мешкаемся, теряемся, ненужные пасы в центре, и проиграли абсолютно полностью всю борьбу. Волна была защитники. Ну, у меня сегодня к моим защитникам мало вопросов, кроме нескольких привозов как раз-таки голевых, но в целом по борьбе к защитникам нету, ко всем остальным миллион вопросов. У них НАПО цеплялся, у них полузащитники цеплялись, у нас нет подбора, у нас нет центра. Это очень большой объем работы, который, я так понимаю, все команды в Суперлиге как раз этим и занимаются, тренируются, проводят работу над ошибками, выстраивают игру. У нас этого, к сожалению, нет, не знаю, будет или нет. Но, может быть, если вот так вот мы сыграем 5-10 игр, в некоторых мы получим 3, в некоторых 10 мы получим, и, может быть, на нас это повлияет. Но, в остальном, я рад, что мы дебютировали и считаю, что для первой игры счет 0-3, это неплохой для нас результат. 1-3-тет. Ну, это... Я вот хотел спросить, неужели никого прям не отметим из норы? Я бы вот отметил, ну, ты говоришь, что вопросов нету к защитникам, то есть это не повод их отмечать. Я вот отметил Андрея Пиндеева, он на самом деле очень заряжен был на ворот, со всех позиций пытался как-то угрожать, как-то напрягать, и в итоге голевой пас на свой счет записал. Не соглашусь, потому что, если сравнивать с тем, что было в премьер-лиге, он разворачивался, убегал, бил, сегодня у него, по-моему, был один удар, и то свалился, то есть он не смог создать сам себе моменты. Ну, и партнеры не смогли, поэтому не отмечу. Я больше отмечу сегодня это защитников, защитную линию. В остальном, все остальные сыграли неудовлетворительно. Игорь, поздравляю с победой, была она действительно убедительной, вот эти важные голы, наверное, на стартах таймов. Скажи, пожалуйста, насколько доволен тем, что сегодня был на поле, есть ли какие-то причины призадуматься? Да, спасибо сопернику за игру. С Клином давно знакомый, вот и в Суперлиге встретились, спустя, не знаю, 7 лет соперничества или больше даже, наверное, уже. С Витебского приехали. Да, с Витебского сюда приехали. Очень так уважаю их команду, для меня эта команда понятная, да, там у них есть идейные люди. Ну, в общем, команда, как должна быть команда, короче. Там одни и те же люди, я их знаю уже давно. Вот, поэтому ребята молодцы, рад их видеть в Суперлиге. Вот, и причем там у них, что мне нравится, они такие самобытные, у них там не суперэффективный менеджмент, а он такой свой у них, просто свойски, как понимают, так и делают. Вот, и вот это, как бы, то, каким должен быть наш футбол. Из того, что я отмечу по игре, что, наверное, реализуемые моменты игра была бы проще, а так, ну, я всю игру был, да, ну, в концентрации, переживал, как бы, тем более во втором тайме игра немножко на отрезке свалилась, укрыться были выпады, как бы, ну, моментов они, ну, в штангу попали, штрафные были. В общем, игра была напряженная для меня, но она могла быть проще, если бы мы забивали вот эти вот моменты совсем уже, да, наверное, такие мы не реализовали. По игре вопросов нет, так как это первая игра, скорее какие-то моменты мы подсветим для себя, а так, в принципе, ребята выполнили установку. Ну, и отдельно, наверное, в этой игре разницу сделали, да, Никита Любле с Магидом Али. Соперник вываливается, ну, там такие две глыбы, я вот хотел на них вместе посмотреть, и это очень убедительно. Это такая защитная линия, с которой, ну, можно просто играть, ну, от обороны. Они, ребята опытные, ребята, которые не проигрывают единоборство, да, и пространство могут оборонять и атаку начинуть. Ну, короче, эта пара, я очень вдохновлен, она внушает оптимизм. В начале сезона всех всегда делятся своими, так сказать, задачами на предстоящий сезон. Давайте спрошу вас, какие задачи у «Волны», какие задачи у «Нары», соответственно. Как бы, я сразу отмечу, что в прошлом сезоне мне ставили задачу, да, обновление состава. Просили просто не вылететь, а мы заняли четвертое место. Это, кстати, не самое худшее в истории «Волны». Бывали у них и ниже, причем в составах, да, в таких более звездных. Это я касательно к тому, что постоянно обсуждаю, да, прошлый сезон неуспешный, а это было четвертое место. Как-то так. В этом сезоне сейчас гегемона определенного в футболе нет, да, Арктика в этом турнире не будет. И, соответственно, наша задача где-то там, ну, побороться за первое место, и мы будем к этому стремиться. То есть задача – борьба за первое место. Борьба именно. Борьба, да. Если мы будем ставить там чисто победу первое место, все-таки по ресурсам, есть соперники, которые нам не уступают. И мы должны подходить с холодной головой, относиться, соответственно, к каждой игре, да, там, выходить на каждый матч, тогда у нас это получится. Поэтому борьба именно за первое место – наша задача. Так, тут все понятно. Клим, ну, я примерно понимаю, что ты сейчас скажешь, но все-таки хочется, чтобы ты перестал недооценивать свою команду и сказал, что она за еврокубковую зону поборется. Мне было интересно, что ты думаешь, что я скажу? Ну, что ты скажешь, ну, с такой игрой, как сегодня, было бы здорово не вылететь. Ну, это правда. Это абсолютная правда, если мы будем играть, как сегодня. Но я отдаю должное, что это первая игра, и у нас, правда, сегодня было человек пять, которых я лично даже видел первый раз в жизни. То есть у нас не было возможности их на каких-то других играх посмотреть, например, на зимнем, вот, турнир с SD, где пивников играешь, чтобы на них хотя бы посмотреть. И они сразу в пекло, и причем мы попали на хорошую, в принципе, команду с выстроенной игрой. Я хочу сделать очень большой комментарий Игорю по поводу его защитников. Я искренне сочувствую, что на сегодняшней игре в моей обойме отсутствовал Расул Магомедов. И мне было бы, потому что на данный момент то, что я видел зимой, он достиг пика игры столба. И вот из десяти моментов он восемь принимает. Ну, то, что он восемь теряет после этого, я не обсуждаю. Но то, что... Ну, потому что он идет в очко кидать пятки. Ну, это Расул. Ну, вот, мне было бы тоже интересно. То есть он правильно их оценивает, его защитники два сегодня сыграли великолепно, высшая оценка. Но интересно посмотреть было бы на нападающего, который бы с ними боролся на равных. А то и... Ну, это же Расул, я думаю, все мы знаем Расула. Отвечая на вопрос цели на сезон, абсолютно честно не вылететь. Потому что вылет, лично мой духовный энтузиазм на дальнейшие планы по поводу команды, наверное, подутихнет. Но это я могу сейчас так сказать. Потому что, возможно, мы вылетим, я скажу, нахер, не хочу премьер-лигу, все, не хочу больше этим заниматься, неинтересно. Я хочу остаться, закрепиться, обновить состав. В принципе, вот все то же самое, что говорил Игорь, что у него было в прошлом году. У меня задачи такие же. Закрепиться, обновить, получить людей, которые хотят играть в футбол, имеют желание. Это будет самое главное. Круто, мужики. Спасибо большое. Давай, конечно. А ты, то, что Расул достиг пика, ты что, он золотые медали по рукопашке там выиграл? Это ты? Я в футболе его зимой, но честно не видел. Не знаю, где ты его там видел. Нет. За проект он не звездил нифига. Я его в пифле в этом. Ну, в пифле, пожалуйста, ладно, без комментариев. Мага его ждет. Мага на магу. Подгадай. Мага на магу.